Всем огромный привет! Вы на канале Вечное Лето, и мы продолжаем новогодние влоги. Сегодня тоже будет интересный влог. Надеюсь, у вас появилось новогоднее настроение после нашего предыдущего выпуска. Я очень на это надеюсь, потому что у меня оно подупало, а все потому, что захаяли нашу елку. Я выложила на нашу елку фотографии в Инстаграме и на Ютубе. Я считала ее шедевром, образцом, идеалом, который отлично вписывается в наш интерьер. Оказалось, нет. Захаяли, обосрали как могли, сказали, что она бедная, скучная, лысая. В общем, как только ее не обзывали, мне стало больно, обидно, и поэтому мы сегодня решили поехать докупить игрушек. Докупим шаров, навесим, чтобы было побольше, чтобы она была не бедная, а богатая дама. Вот, прям задела меня. Меня редко что-то задевает, но елка прям задела. И повесим. Может, действительно не хватает шаров? Мне как бы казалось, что всего хватает. Посмотрите еще раз. Может, она вам понравится такой? И мы, кстати, перевесили гирлянды. Не в окрупном отале, а вот так, зигзагообразным способом, чтобы увеличить количество огоньков. Сзади их практически нет. Вот, экономия. Так, что еще из новостей? А, сегодня, сейчас, буквально нам же надо ехать. Мы едем показывать квартиру. Мы вчера выложили ее на продажу, выставили объявление. И сегодня у нас сразу два просмотра. Практически на одно время, там, промежуток полчаса. Просто вчера весь день звонили риэлторы. Они постоянно нам звонят, звонят, звонят. Одни и те же данные спрашивают. И сегодня едем показывать. Я, если честно, не думаю, что мы ее продадим так быстро. Но все равно надо показать. Все, не будем терять времени. Поехали. Сегодня вы целый день проведете с нами. А теперь информация для тех, кто любит путешествия. Все вы знаете город Калининград. Но мало кто там был. Про Калининградскую область ходит просто невероятное количество слуха в туризме. Она окутана какой-то тайной. Ребята с канала «Отчет разведки» поехали в Калининград и сняли просто бомбический фильм, где прошли по лучшему маршруту, взяли интервью у местных жителей, которые рассказали много чего интересного про свой регион. Ссылка на выпуск про самый загадочный город в России в описании под этим видео. Ой, мы так торопимся, так торопимся. Пришли, а у нас все тут заледенело. Все, лобовое стекло замерзло. Представляете, вся машина теперь такого покрытия, как у Бэтмена. Бэтмобиль. Но это не смешно. У нас вообще странная погода, снега нет. Вот открой окна, покажи, что... А, могу. Ну, в принципе, на улице достаточно тепло, но я не знаю, почему все заледенело. За ночь, видимо. Закончили первые показы. Приходило три риэлтора. Я думала, они с покупателями придут, а они просто приходили, все фотографировали, все спрашивали, видеосмотрели. И у них так глаз наметан, они видят прям вот все. Вот если вы продаете квартиру, наводите марафет конкретный. Прям вот не пожалейте сил, вложитесь, чтобы вот довести квартиру до идеала, чтобы прям все было идеально. В общем, их вердикт, что наша цена рыночная, соответствует, цена хорошая, квартира классная. Они нам сказали, было очень приятно это слышать. Это значит, что мы, во-первых, все классно сделали, и, во-вторых, за четыре года жизни здесь ничего не ухайдокали. То есть они всегда удивлялись, насколько все чисто, красиво и аккуратно. Я думаю, это потому, что мы здесь не особо много жили. Часто в Таиланде жили. А может быть, потому что мы аккуратные люди. А может быть, потому что мы хорошенечко все убрали здесь. Убрали. В общем, вот, ничего не продалось. Были только риелторы. Рассказали, как устроен рынок в Саратове. Он отличается от рынка в Турции, в Таиланде. Многие моменты меня удивили, что тут так вот, а не по-другому. Ну, окей. Будем держать вас в курсе событий. Когда продадим, я надеюсь, что мы продадим, расскажем вам обязательно все. Мы приехали в магазин Огиб. И у нас тут настоящая рождественская сказка. Огромный выбор всего для Нового года. Игрушки, елки, декор. Саше очень нравятся такие олени. Знаете, на длинных худых ногах. Вот, мы, может, купим оленя. И еще пойдемте покажу, какие елки. Конечно, производство елок шагнуло далеко вперед, потому что появляются вот такие литые полностью веточки. И хвоя как настоящая. Значит, на 2 метра 15 сантиметров 35 тысяч 490 рублей. Не дешево, но на долгие года. Живая пихта у нас где-то 2,5-3 тысячи рублей. Вот такая где-то. Вот. Мне по грудь. По грудь. Кстати, записала видео в квартире. После этого приходил еще один риэлтор. Хотел, чтобы мы заключили с ними договор. И чтобы работать только с ним, а с другими не работать. Интересно, вот у вас в городе такая же практика? Риэлторы также предлагают такой договор или нет? Вот, смотрите, такой шар у нас здесь стоит 149 рублей. Мне кажется, это недорого. Непонятно, стекло или пластик. Но он мне не нравится. Он когда так лежал, мне нравился, а теперь он мне не нравится. Не буду брать. Вот шишки очень красивые. Похожи чем-то на советские игрушки. Они мне очень нравятся. Но мы их уже много набрали. И они мелковатые. Мне нужны шары покрупнее. Как-то прозвучало, да? О, вот это классные игрушки. Я вот обожаю. Вот тут с такой выемкой. Тоже похоже на советский, да? Похоже на ракету. Можно купить, да? Что-то красивое из декора, но где-то потом хранить. Проблема вот с елкой, где ее хранить. Там коробка огромная. Вот, кстати, тоже неплохой вариант. Смотрите, полностью летает. 28,990. Еще не знаю, будем ли мы покупать фейерверк. Очень хочу купить фейерверк и запулить в новогоднюю ночь с родителями. Вот, на следующие там праздники новогодние. И вот не знаю, стоит покупать или деньги на воздух. Деньги на воздух, но все равно хочется. Вы покупаете салютный Новый год или нет? Считайте, что это деньги на воздух. Вот, нашла очень красивый отдел. Здесь цветовая гамма, как нам нужна. Бежевый, кремовый, коричневый, песочный. Вот, смотрите. Замшевый шар. 350 рублей. Такой прикольненький, мягенький. Есть еще с такими перышками. А, почему нет? Но, видите, они уже по 400 рублей. Я, кстати, не хочу макушку. У нас и без макушки красивая. Мне вообще нравятся еще стеклянные очень шары. Вот, посмотрите. Но дырка не обязательно. Вот этот так прикольненький. Ничего такой. Гербарий. 250. Вот этот хорошенький. О, кстати, тоже красивый. Такой. Напишите в комментариях, как вам. Еще здесь коллекция новогодних ароматов для дома. Мы, кстати, раньше недооценивали ароматы для дома. Чем пахнет, тем и пахнет. Но сейчас поняли их необходимость. Вот к нам все гости заходят, и все в один голос говорят, как вас вкусно пахнет. Какие носки, какие носки, какие носки. Гости, когда приходят, как вас классно пахнет. Такой первый сразу комплиментик. Штука действительно хорошая. И вот мы купили уже сколько больше месяца стоит. И прям кайфуем. Вот, кстати, развод века, как я считаю. Вот эта нитка, вот эта бечевка, да, она продается вот такими клубками в строительных магазинах, что там 80 рублей клубок вот такой. А здесь 150, несколько моточков. И здесь она выдается как подарочная такая. А в Чендем она вообще 299, 300 рублей. И там еще меньше. Вот бизнес, да, из воздуха. Из нее мешки делают. Она вообще недорогая. Бечевка. Она как-то еще по-другому называется. Я не понимаю, почему я живу в обществе, где все вечно хайдят мой выбор. Я выбрала игрушку. А Саша не видел, что я взяла. Я говорю, смотри, какое-то барахло скинули и продают. Я говорю, вообще-то мы такую тоже взяли. Что, не нравится? Да не, не, хорошая, очень-очень хорошая. Классная же. Особенно, да, там бамс. Смотри, сколько там богатства. Да, какая-то мусорда сбросили. Что за цены? Что за цены? Я не поняла. 700 рублей за шар. Он еще тяжелый такой. Мне кажется, это коллекционная. Где игрушка? По 50, по 20. Он из металла, Свет. И что? Такая игрушка через 100 лет будет стоить 500 тысяч. А через 300 лет ты сможешь ее продать за миллион. Надо брать. О, я нашла свой отделчик. 89 рублей. Вот, вот это цены. Вот это вот уже нарвусь. Смотрите, как стеклянный. Зачем переплачивать? Все равно раздолбается. Все, берем. И смотрите, как еще. Вы просили шары побольше. Во. Такой пойдет? Ну, что, боленько играть будем. Все классные. Вот это игрушка. Сейчас опять было смешно. Я смотрела шар, Саша говорит, он дурацкий. Не прийти его, он пластиковый. Видно дешманский. Видно склейку. Вот ты набрала, красивый. Я говорю, это то же самое. Да? Он такой, да? Я говорю, да. Вообще это. Вот я нашел оленя, которые мне понравились. Ой, вот этот классный. Вот этот классный, на первую. Вот классный. И он тот прикольный. Тот как школьник. Да, мне нравится. Нравится? Такая смешная. Около елки поставить. Ну, кстати, прикольненький, да. Ну, что, глаза, смотри, какие в разные стороны. А это что за чучело? В смысле, чучело животного. Как будто из музея украли. Даже страшно, да? Как будто кто-то ее подстрелил. Слишком реалистичная. Олень сразу видно, такое не бывает. Олени такие шапки не носят. А вот можно взять красиво. Ну, глаза какие, а? Ну, а если серьезно, нашла я игрушки своей мечты. Очень красивая коллекция. Вот, посмотрите. Вот такой формы. Мне нравятся и формы, и цвет, и декор прям полностью. И вот еще шары из этой же коллекции. Очень-очень красивые. Как будто немножко заснеженные. Просто сказочные. Это прям вот стекло. Очень-очень, мне кажется, мило смотрится. Мы нашли сов, который покорили Сашиное сердце. Та-дам! И вот так вот они выглядят. Лохматая такая. Говорит, давай возьмем, посадим ее на дерево. На какое дерево? Посадим ее, реанимация. Прости нас, пожалуйста. Сажа! Показываю вам свою добычу. Во-первых, это дождик. На елке его не будет, но он будет у меня на руке в новогоднюю ночь. Вместо браслета. Это точно уже все я решила. Шары цвета бежевые. Давай дома уже покажем. Бань. Смотрите, такие красивые. И вот самая красивая находка. Копия. Подарк. Вот такая игрушка из коллекции. Дорогущая! Сразу говорю, бешеных денег стоит. Правда, она дорогая. Сам дорогая из всех. И она очень-очень интересная. Ну вот, остальное все повесим. И вы скажете, что наша елка заметно преобразилась. Что она вам нравится. И что теперь мы молодцы. Записывайте, записывайте. Можете сразу написать. Я уже начала разучивать новое произведение. И я вам сейчас его сыграю. А вы попробуйте угадать, что это за песня. И напишите в комментариях. Хей! Вот. Напишите, я буду ждать. И еще. Многие наши зрители спрашивали нас, что там с нашей квартирой в Турции. Так как мы сейчас находимся в Саратове. Но нам тоже всегда очень интересно знать, что там с ней происходит. Мы попросили нашу приятельницу Наталью. Она работает в Summer Home. Сходить на стройку нашего дома. И показать, на каком этапе идет строительство. И сейчас мы прям в это видео вставим ролик. И вы можете посмотреть, что там сейчас происходит. В общем, друзья, вот так сейчас выглядит наш дом. Вот здесь находится наша квартира. Как видите, блок А уже построили. Полностью возвели. Когда мы снимали, здесь был еще фундамент. Сами видели, если смотрели наши выпуски из Турции. Сейчас уже достроили полностью корпус. И сейчас уже начинает строиться блок Б. Вот это блок А. И за ним стоит блок Б. Вот уже возвели первый этаж, получается. По центру будет бассейн. И, ну, я думаю, они в срок построят. Получается, до осени. По плану должны сдать. Так что, надеюсь, уже в следующем году будет новоселье в Турции. А вот здесь у нас ведется активно, можно сказать, очень активно строительство другого комплекса. Это Ботаник Гарден. Район также Кестель. Сейчас ведутся земляные работы по расчищению территории и подготовке для залития фундамента других блоков. Ребята, посмотрите. Это вот у нас блок А. А блок Б, он у нас практически уже возведен. Сейчас Светик будет подготавливать игрушки к тому, чтобы вешать их на елочку. А я пока расскажу вам про то, как у меня дела с криптой. Я сейчас плотно ей занимаюсь. Инвестирую, можно так сказать, в различные проекты. И один удачный кейс у меня был, если можно назвать кейс. Говори, как есть, не скромничай. Это вообще я Сашу заставила рассказать. Говорю, расскажи людям, потому что прикольная действительно тема. А он скромничает. Давай расскажешь. Ну, в общем, в одну игру инвестировал 50 долларов. И игра вышла на биржу токена игры. И у меня с 50 долларов стало 1000 долларов. Вот. Это вообще, это событие. Это сколько ты, получается, сделал? Ну, в процентах или как? 20 иксов, получается. Мужчина, ни о ней акции такого не дадут. Если бы я это сделала, я бы уже на весь свет призволила. Ай да я, ай да я, поучитесь у меня. А ты так делаешь и молчишь. Я говорю, вот о чем надо рассказывать, снимать видео. Ты что, рассказывай людям, что они тоже столько денег заработали. И купили себе шикарную елку. И подарки, и игрушки, и жене подарки. И вообще путешествовать. Ну, все, ты вроде все рассказал за меня, да? Нет, ну а как? Это ты знаешь. Я, честно, далека. Он то деда какого-то купит, то какую-то лошадь. Однажды я готовлю, он говорит, есть новости. Я говорю, какая? Я купил лошадь. Че? И он мне показывает картинку лошади. И думаю, а зачем? Зачем нам лошадь в хозяйстве? Вообще в хозяйстве все пригодится. Потом он продал лошадь, заработал и купил деда. Я думаю, это же какие-то помещики. И лошади у нас тут, и деды. Ну да, но тема в крипте такая, то что сейчас тренд NFT. Что такое NFT? Это вроде бы ты смотришь обычная картинка, но нифига она необычная. Она находится в блокчейне. То есть она связана с криптой и находится в твоем криптокошельке. И она имеет ценность. Но какие-то имеет ценность, какие-то не имеет. Если там, к примеру, какой-то популярный художник, дизайнер, у него крупное сообщество, и он выпускает какую-то коллекцию, то, естественно, все фанаты сразу скупают. И цена, соответственно, растет. Вот есть, например, криптопанки. Просто какие-то там квадратные пиксели, панки нарисованы ужасно, стоят миллионы долларов. Просто ты картинку, да, думаешь, ты покупаешь картинку. Нифига. Да, фишка в том, что ты можешь ее потом перепродать, потому что они постоянно дорожают. Там ограниченное количество в 10 тысяч штук, по-моему, криптопанков. Это самая популярная коллекция в NFT, которую можно купить. И они там от миллиона долларов, по-моему, начинаются за самые такие крутые. И, в общем... Пришел послушать лекцию. Да, кто как бы не в теме крипты и думает, блин, какой дурак будет покупать там эти за миллионы долларов картинки. Но это не картинки, это NFT-картинки. То есть они имеют ценность. Вы можете потом их перепродать, если будет на них спрос, конечно. Как вы вообще относитесь к криптовалютам, к этому рынку? Считаете, что все это дело пузырь или... Потянусь. В будущем будет только крипта. Я думаю, крипта будет развиваться дальше. Но раньше еще тема была сомнительная. Будет крипта дальше жить или нет. Сейчас у меня сомнений нет, потому что уже крупные инвесторы заходят. Такие, как Visa, Mastercard, PayPal. Банки уже начинают, банкоматы ставят. Ну, все это дело уже настолько входит в нашу жизнь, что в течение, я думаю, пяти лет криптовалюта будет уже на уровне других валют применяться. И Visa, и Mastercard. Они уже сказали, что они будут принимать криптовалюту. И можно будет ей платить так же, как у вас там к Visa, например, будет привязана карточка, на которую и криптосчет ваш. И у вас прям с карточки сразу крипту будут списывать. Значит, так и будет. Напишите, как вы считаете. Если интересно то, чем я занимаюсь, как я инвестирую, как я что делаю в крипте, то подписывайтесь на мою группу в Телеграм. Там я, собственно, все и публикую. Если будут вопросы, то пишите уже именно в Телеграме. У меня вопрос. Да? Ты столько времени сидишь за ноутом, занимаешься криптой, тебе это интересно, ты этим увлечен, ты сейчас этим живешь и горишь, и вкладываешь туда все свободные деньги. Ну, не все, но много. Тебе еще интересно путешествовать? Только честно, честно. Ну, мне хочется поехать. Но единственное, вот этот момент дороги, передвижения, мне больше всего не нравится. А сами путешествия мне нравятся. Процесс перелета долгий, вот эти ожидания, мне не очень нравятся. Устаешь у дороги, а в общем, когда ты уже на месте, вот тогда начинается кайф. Вот дорога меня немного напрягает, когда я представляю, что нужно там 10 часов лететь, или вот ожидания, пересадка, вот это мне не нравится. Прям как вспомнил. Аж дрога. Ну, а вообще, хочешь еще... Ой, у тебя волос такой длиннючий. Рыбанем лишнее. Вообще, еще остался запал, узнавать новые места, куда-то там сходить, посмотреть? Я думаю, это уже будет на месте понятно, когда уже будем путешествовать, там уже и видно будет. Хочется все достать. Да нет? Вот. Кстати, еще забыл рассказать новость про крипту. Я заментил NFT-шку. Что значит заментил? По-русски. Значит, я ее взял. То есть, в крипте говорят заментил. Это называется проект CryptoLand. И нужно было набрать 20 тысяч очков, чтобы тебе бесплатно дали NFT. NFT. Я сейчас вот прикреплю картинку, как она выглядит. Это такой колобок. У меня там, получается, у него вместо глаз бриллианты, таблетка на языке, здесь повязка. То есть, они генерируются, например, коллекция 10 тысяч штук. И уникальным образом генерируются случайным образом глаза, кепки, там нос, татуировки, браслеты, там повязки. И в зависимости от того, насколько редкая вещь, ценность этой NFT разнится. И мне попалась достаточно редкая, стоимость от 1000 долларов. Я ее за 10 дней набрал, получается, получил. Нужно было там на Twitter подписываться, на соцсети. В общем, задание, в принципе, несложное, но потребовалось немного времени. Ну, я говорю, меньше 10 дней я потратил. И, получается, забрал NFT себе на кошелек. И сейчас могу ее продать, ну, ориентировочно, за 1000 долларов. Вот. Но я пока продавать не буду, потому что я считаю, проект перспективный. Он еще не запустился. И уже на них такие цены. Я так думаю, если годик подержать, то наверняка будет цена еще лучше. Поэтому торопиться не буду. В принципе, мне не к спеху. Подержу, посмотрю, как рынок будет двигаться. И там уже будет видно. Вот. Про это тоже рассказывал в своем телеграме. Все. Теперь елка окончательно готова. Перси она очень нравится. Он прям в восторге, диком. Ему сложно описать свои эмоции, но он счастлив. Ему так понравился результат, что он прям в восторге. Мне тоже понравилось. Не зря, мне кажется, закупили больших шаров. Они стали такими крупными жемчужинами, такими яркими акцентами. Саша сказал, что теперь эта елка, как из сказки. Что думаете вы? Потому что мы старались реально. Вообще, мне нравилось и раньше. Но когда я к ней подходила, я думала, действительно, маловато игрушек, маловато. Не надо жадничать. Все-таки такой праздник волшебный. Мой любимый праздник. Я люблю Новый год даже больше, чем свой день рождения. Поэтому надо купить красивых игрушечек. И будут они нас радовать долго-долго. Друзья, ну не спи на съемках. Пожалуйста, ты часть нашей команды. Держись, держись. Ты же просто секретарь-талисман. Кот, ну-ка, давай, из последних сил. Еще немножечко. Нет, я больше не могу. Я не могу работать в таких тяжелых условиях. Вы сидите. Ладно, дрыхни. Сегодня мы решили приготовить кое-что интересненькое. То, что не готовили еще ни разу. И очень хотим попробовать. Сегодня мы будем готовить настоящие домашние чизбургеры. Мы обожаем чизбургеры, но в некоторых заведениях, я не буду называть их названия, у нас потом болит живот. Поэтому сегодня будет домашняя вкуснятина. У нас есть такие булки. Мы их купили в магазине Метро. Они с кунжутом и очень похожи на те булки, которые в тех местах, названия которых я не буду говорить. У нас есть еще вот такие котлеты. Посмотрите, их три штуки. Персей, а селишь целы? Вообще, Саша будет двойной. Такая шутка, да? Тупая. Ну, в общем, их три, а нас два. Но ничего, Саша съест две. У нас есть сыр. Мы не будем пихать бургер, что попало. Мы будем придерживаться основного, традиционного рецепта. У нас будет сыр, лук, горчица, соленые огурчики и кетчуп. Все. Моя сковородка уже разогревается. Будем показывать вам каждый этап. Потом попробуем и скажем, вкусно или нет. Вкуснее, чем в тех местах название которых я не буду называть. Или же там лучше. Сперва порежем лучок. Кстати, эту разделочную доску нам подарили кухонщики, которые делали нам кухню, столешницу. И они говорят, вот мы всем дарим такие доски. Мне кажется, это прекрасная доска, чтобы тупить на дыр. А мне кажется, дареному коню зубы не смотрят. Не нравится? Отдай. А я не отдам. Это хорошая говядинка без всякой химии. Надеюсь, что будет вкусно. Отправляем наши котлетки на сковородочку. Разрезаем булочки на две половинки. Кстати, здесь уже сделан надрез как раз для тех, кто делает первый раз. Булка номер один и булка номер два. Кстати, уже пахнет вкусно. и булку номер три. А я хотела тебе две котлеты в одну булку. Ты две булки хочешь? Давай две, наверное. Ну давай, если что, я даю. Совсем немножечко посолю. Нарезаем огурчики соленые. Так. Наши котлетки почти готовы. С одной стороны переворачиваем, обжариваем с другой. Пока зажариваются котлетки, я решила немножечко подогреть и подсушить булочки на сковороде без масла. Чтобы они были горячие и хрустящие. Наши котлетки пожарились. Я что-то боюсь сделать их кровью, поэтому нормально пожарила. И сейчас я их переверну и сверху хочу положить сырок, чтобы он прям расплавился. Булочки горячие подрумянились и теперь мы их будем собирать. Кетчупа побольше. Мы же не экономим, да? Так. Растираем. Теперь берем горчичку. Ну, тоже побольше. Она не термоядерная. Вот Юра нам дал домашнюю, она термоядерная. А это так, Кладем лучок. Теперь огурчики. Котлеточку. просто звезда приехала. Так. И все, сверху накрываем. Та-дамс! Ну, какова красота! Просто! Та-дамс! Не хватает картошки фри и молочного коктейля. Так, наши бургеры готовы. Давайте попробуем, что получилось. Они уже немного подостыли, пока мы все подготовили для съемки. Котлета должна быть еще горячей. Не сырая? Нет. Я почему не ем, жду. Будет кровушка, не будет. Я тоже сейчас заценю. Жуй-жуй, ничего не говори, просто наслаждайся. Пахнет не так, как в фастфудных заведениях. и размерчик смотрите какой, да? Серьезный большой. Котлетка не с ноготок. Огурцы тема, да? Вообще нереально вкусно. Идеальное сочетание. Вот даже помидоры не нужны, салат не нужен. Вот все как там. Кайф. Бука нежнейшая вот как в Макдональдсе провода. Вот даже. Али поняла. Нет, даже вкуснее, чем там. Она такая хрустящая, она такая же сладковатая. Вот прям идеальная булка для бургера. Прям вот супер топчик. Особенно погреть. Не выходит. Немножечко вас подразню. Кровь не выходит и котлеты сочные. Прям хорошо прожирываются. Ну и не сказать, что она как это подошла. Не, вообще не подошла. Нежнейшая прям. Прям топчик. Я думала, будет хуже. Ну, как домашняя шурма. Что-то непонятное. Но это прям прям кайф. Нереально. Причем если мне продали где-то там да за 350 рублей даже за 400 я подумала это стоит того. Это вкусно. Котлета большая. Супер. Вот вам идея. Интересного ужина или обеда ваш мужчина точно заценит. Мне кажется. Ну да. Сам если с пива. Кстати, нам. вот ела прям. Булочка сколько там 130 рублей 104 булочка вот эти. Мне льстать словами. Очень сочно. Прям вкуснясина. Вот реально давно я не ела такого вкусного по-настоящему бургера. Прям мясо и булка и сыр такой хороший. И огурчики. Вот их прям нужное количество. Мы тут балуемся чайочком. Обсуждаем новости. Мы сейчас рано встаем в осень. Я считаю, что это большое достижение для людей, которые месяц вставали в 11-12. А иногда и в час. И нам помогают проснуться новости. Не думаю, что это хороший вариант, потому что с утра тебя грузят всякой информацией. Но все равно мы обсуждали сейчас с Сашей. И еще хотела вам что сказать. Мы с Сашей придумали в начале декабря еще сделать вот этот декабрь праздничный месяц максимально насыщенно, максимально я что подумала? За нас никто нашу жизнь интересной не сделает. Поэтому мы сели и купили 5 билетов на различные шоу, концерты, спектакли, представления новогодние, чтобы проникнуться новогодней атмосферой. Вот я смотрю, многие сидят в инстаграме и жалуются нет новогоднего настроения. Уже середина декабря новогоднего настроения и все нет. Но если сидеть и ждать, оно и не появится. Оно не постучится в дверь и не залезет в окно. Поэтому нужно ходить в места, пропитанные вот этой атмосферой. Те же торговые центры. Вот мы ходили в консерваторию на концерт «Рождественские песни» и там играли популярные рождественские композиции. Завтра мы идем в филармонию тоже на рождественский концерт. Будем слушать вот эти вот английские, немецкие произведения на тему Рождества. И они прямо до мурашек до слез, потому что так или иначе ты их где-то слышал в сказках, в мультфильмах, в кино. И они прямо так, какое-то волшебство в тебя проникает, когда ты слушаешь. Также украшать свой дом обязательно нужно. Еще мы пойдем на щелкунчика. Балет. Мы всегда его хотели посмотреть. Нам очень понравилось «Лебединое озеро» в Питере. Мы такие думаем, как же, мы не видели с тобой балет-щелкунчик. Взяли билеты, у нас в Саратов они вообще недорогие. Вот, например, билет на концерт в консерваторию стоил 150 рублей. Есть билеты по 300 рублей, есть по 400, по 600, ну, до 1000. Нормальные, лояльные цены. Единственное, быстро разбирают места, поэтому мы прямо в самом начале декабря закупились и сейчас ходим и кайфуем и радуемся. И подумали, что сходить на щелкунчик в преддверии Нового года это прям вот классно. Мне кажется, вот так мы получим максимум удовольствия и новогоднего настроения. И я, если честно, уже давно с новогодним настроением благодаря вот такой насыщенной программе и вам рекомендую. Еще есть время. Обязательно зайдите на сайты консерватории, филармонии, каких-то театров в вашем городе. Наверняка проходят концерты. Иногда играют даже не преподаватели, не какие-то крутые исполнители, а ученики. А ученики там, кстати, обалденно сходите с детьми, с мужем, с мамами, с папами, с бабушками, с дедушками, зайдите куда-то в кофейню, съешьте штрудель, поешьте чаек и новогоднее настроение обязательно к вам придет. Я прям посылаю частицу своего настроения вам, чтобы вы кайфовали и были самыми счастливыми. А у нас на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите добрые комментарии. Увидимся в следующих выпусках. Вас очень сильно любим. До новых встреч. Пока!